1 августа все православные христиане отмечали день обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Для прихожан храма в деревне Юркино это не только день памяти святого старца, но и престольный праздник. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй, помилуй нас. Божественная литургия в день праздника собрала в храме как местных жителей, так и гостей деревни. Несмотря на будний день, на службу пришло как никогда много людей. Светлый праздник Серафима Саровского никого не смог оставить равнодушным. Все мирское отходит на какой-то второй план. Совершенно все вот эти заботы и вот этот подъем духа, он присутствует. Вот здесь какая-то необыкновенная атмосфера, поэтому у меня всегда после храма хорошее настроение. Я очень уважаю и люблю преподобного Серафима Саровского. Несколько раз была в Теревеево, где он служил, подвязался. Замечательно, просто слезами на глазах. Житие преподобного Серафима Саровского как маяк указывает путь православным христианам. Его жизнь – это пример веры и смирения, а также огромного человеколюбия. Для нас с вами, особенно современного человека, потому что сейчас невооруженным глазом видно вот это оскудение в современном мире всего духовного, вот эти крупицы, которые написаны в книге «Житие святых» о преподобном Серафиме в том числе, вот они достаточно нужны, важны. Я и сына назвал младшего своего в честь преподобного угодника Божия. Но для меня этот угодник является очень таким большим, можно сказать, таким, наверное, одним из самых главных святых в моей жизни. Торжественный молебен в честь престольного праздника в Юркинском храме служил благочинной церкви Ликино-Дулевского округа священник Антоний Рыжаков. О, причудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к тебе скорой, послушной помощниче, во дне земного жития твоего никто же от тебя, тощ и не утешен от идея. Прихожане и священнослужители прошли вокруг храма крестным ходом. Участников молебна окропили святой водой, призвав на всех Божие благословение по молитвам преподобного Серафима Саровского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Субтитры создавал DimaTorzok